Привет! Мы отправляемся ко мне домой в центр Ванкувера. Сейчас в Британской Колумбии полночь, и это вид с моего балкона. Отсюда можно заметить здание с часами. Оно называется Ванкувер Блок, и было построено в 1912 году. Так вот, сегодня эти часы встали. Тем временем светает, строители засуетились, офисный платон начинает шевелиться. Ну и я просыпаюсь. Первым делом я завтракаю, потом моюсь, бреюсь, одеваюсь и выхожу. На работу я поеду на метро, а до метро на велосипеде. Сейчас я пропедалю до выезда на Симор, сверну на Робсон, а потом на Гренвель. Пока я собирался, коммунальщики заменили гигантскую батарейку в часах. Отсюда я поеду на метро. Я спускаюсь на два уровня вниз. Мне нужен поезд на Ричмонд Брикхаус. Тут я паркуюсь на месте для велосипедистов, а через лобовое стекло первого вагона видно, куда едет поезд. Поезда автоматизированы, поэтому кабины машиниста нет и обзор открыт. Сейчас мы в Южном Вакуэре, а вот после моста уже начнется Ричмонд. Это остановка Бриджпорт. Я выхожу на следующий. Да, вот здесь, до станции Абердин. Я пересекаю дорогу номер 3 и еду вдоль реки до самой работы. Вообще, конечно, я хочу работать в даунтауне, ближе к дому и подальше от аэропорта. Но так сложилось. Самый интересный факт о моей работе, это то, что я нашел на пятую неделю после приземления. А вообще мы занимаемся софтом для исправительных учреждений, то есть для тюрем, обезьянников и так далее. В принципе, относительно интересно. Ну и вот так вот весь день походят по суете, компьютер, совещание, кофе. Домой я еду по той же самой дороге, только уже стемнело. Я встретил кролика. Настоящего кролика, который ничего не боится. Потом я еду обратно домой на ветро и выходим на Vancouver City Center. Это моя станция. Тут часто играют музыканты, так же, как и на улице. Вот это Гренвиль, одна из центральных улиц. И здесь тоже постоянно сидят музыканты. Вот это моя квартира. Сейчас мы встретимся с Марией и пойдем в японский ресторан. В принципе, неплохое место рядом с домом. Нам всегда там нравится. Нам больше всего нравится. Ну все, спасибо за просмотр, пока.